Еду по делам за город. Солнечный летний день, на небе не облачко. В багажнике еда, напитки, спальник. Вполне возможно, что придётся переночевать в дороге. Путь не близкий. Останавливаюсь наперекур. Сон. Минут на 30. Бутерброды и снова за руль. Стабильно 110 км в час. Ровная прямая автострада. К вечеру приехал, пока всё дела сделал, уже почти полночь. Сажусь за руль и в обратный путь. Дорога в это время почти свободна. Встречные водители вежливо переключают дальний свет на ближний. Вдруг свет фар выхватывает на обочине сидящего деда с ведрами. Видимо, что-то продаёт. Останавливаю машину, выхожу. В ведрах ничего нет. Дед сидит на стульчике, хихикит и смотрит куда-то в лес. На вопросы не отвечает. Кладу в пустое ведро 100 рублей. Сажусь за руль, еду дальше. Сказывается усталость. Сон берёт своё. Как ни крути, надо поспать час-другой. Спустя пару километров осторожно сворачиваю с трассы. Грунтовая дорога приводит на какой-то странный пустырь. По краям лес. Площадка покрыта асфальтом с глубокими ямами. Ставлю машину в центре. Раскладываю сиденья. Расстилаю спальник. Вокруг тишина. Почему-то не хочется выключать освещение в машине. Докуриваю сигарету, ложусь. Выключаю свет в салоне и фары. Несколько минут ворочаюсь. Но потом проваливаюсь за бытие. Мой сон тёмный, как лес вокруг. Просыпаюсь от того, что машина раскачивается. И слышен смех. Детский смех. Весёлый и зловещий одновременно. Стёкла к тому времени запотели. Изнутри ничего не видно. Прислоняюсь к окну. Пытаюсь что-нибудь разглядеть. Вдруг с противоположной стороны по стеклу бьёт детская ладошка. И сползает вниз, оставляя за собой чистый след. Изнутри. Как такое может быть? Без раздумий, оставив героизм, на потом рывком сажусь за руль. Судорожно ищу ключи, хлопаю у себя по карманам. Нигде нет. Смех не прекращается. Машина раскачивается всё сильнее. Откуда-то начало пахнуть гарю. Оказывается, ключ был в замке зажигания. Поворачиваю ключ. Ревёт мотор. Машинально включаю фары. Перед капотом плотным рядом стоят дети. Их человек пятнадцать. Одетые в старые, ещё советского образца, казённые пижамы. На их лицах и одежде чёрные пятна. От их вида внутри всё похолодело. Откуда они тут? Ночь, пустырь, лес. Никаких деревень или домов вокруг. Что им надо? Почему пахнет гарью? Смотрю по сторонам. В машине всё нормально. В округе ни костра, ни пожара не вижу. Что-то тут не то. Включаю заднюю передачу. Лечу по ухабам, завывая движком. Детские фигуры удаляются. Одна из них помахала рукой. Выезжаю на трассу. Газ до упора несусь, как сумасшедшие. Только сейчас обращаю внимание, что льёт сильный дождь. Впереди показался пост ДПС. Подъезжаю к нему, чуть не врезаюсь в стену, выскакиваю из машины. Бросаюсь к удивлённому постовому. Сбивчиво рассказываю, что случилось. Он смеётся и не верит. Говорит, вроде не пьяный, а ведёшь себя как-то странно. После он уводит меня на пост. Предлагает посидеть, успокоиться и внятно поведать о случившемся. Я сажусь на стол и рассказываю. Он внимательно слушает, потом мрачнеет. Переглядывается с напарником. Потом они рассказывают мне такую историю, что в том месте, где я остановился, был детский интернат. В конце 80-х там случился пожар. Почти все воспитанники погибли. Несмотря на это, полицейские меня уверяют, что мне просто приснился кошмар. Я соглашаюсь. Здесь, в тепле, в компании вооружённых ДПСников, всё кажется действительно сном. Да и в противном случае мне всё равно не поверят. Подумают, что под веществами. И так хорошо, что не задержали, а то и правда на какой-то бред сумасшедшего смахивает история. Через некоторое время я благодарю их, собираюсь и выхожу к машине. Да, наверное, и вправду кошмар приснился. Подхожу к машине, и у меня снова внутри всё леденеет. На капоте остались еле заметные, почти уже смытые дождём, отпечатки перепачканных сажей маленьких детских ладошек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова